Приветствую вас. Первое, о чём мне хотелось бы сказать, это то, что у вас дальнительная самооценка, да, то есть вы согласны на то, чтобы мужчина был с вами только потому, что он хочет с вами секса, вот, скорее всего, скорее всего, вы от него любовно зависите, ну, то есть вы зависите от него, а несерьёзные отношения вам нужны, потому что вы боитесь близких отношений, вот, но это всё, такие проблемы из области догадок, тут может быть всё и по-другому, может быть, что вы действительно хотите несерьёзных отношений просто потому, что сейчас вам серьёзные отношения не нужны, ну, по той же или иной причине, да, вот, поэтому я думаю, что здесь всё-таки, ну, в любом случае, да, нужно смотреть, чего вы хотите сами, вот, но смотрите, то, что вы хотите вывернуть, да, ну, тут тоже, как психолог, да, я должен вас спросить, зачем вы хотите вывернуть, для чего вы хотите вы хотите вывернуть, чтобы что, то есть, ну, вот, вы, вы поругались, да, вот, допустим, допустим, вы поругались, я могу вас понять, я могу понять, что вы поругались, вот, если вы хотите его вернуть, то нужно понять, из-за чего вы поругались, вот, понятно, и чтобы его вернуть, нужно также сделать какие-то выводы из ситуации, где вы поругались, вот, не исключено, что мужчина вами манипулирует, да, то есть, не исключено, что он манипулирует вами, в контексте того, что вот он вас бросит, вы будете перед ним манипулироваться, и в итоге согласитесь, согласитесь, по его мысли на ещё более, ещё более, не выгодные для вас условия, вот, понимаете, то есть, здесь нужно, нужно выяснять, нужно проанализировать, из-за чего вы поссорились, и вам сделать свои выводы, и скорректировать своё поведение, потому что даже, что вы померитесь, при отсутствии анализа, причин ссоры, вы снова и снова повторите, ссоры, вы снова и снова опять поругаетесь, и по итогу ничего хорошего из этого не выйдет, вот, поэтому здесь нужно всё-таки подходить к вопросу очень серьёзно, если вы хотите его вернуть. Дальше, смотрите, вы пишите, что я даже согласилась на его условия, дальше, вот какое эмоциональное наполнение у этой фразы, ну вот у фразы даже, какое эмоциональное наполнение, как вы думаете, вот именно вы, как считаете, какое, ведь если вы сказали даже, люди, значит, наверное, вы сами понимаете, ну, как, да, не то чтобы неправильно, да, правильно или нет, мы сейчас говорить не будем, вы понимаете, вы понимаете, всю, возможно, жертвенность этой истории, понимаете, всю жертвенность этой ситуации, вы, наверное, понимаете, для себя, вот. Можно ли, можно ли любить человека, который готов вредить сам себе, да, это уже вопрос, на который вам необходимо ответить, на мой взгляд, конечно же. Вот и всё. То есть объективно мы, как психологи, не знаем, почему вы поссорились со своим молодым человеком. И, соответственно, как его вернуть, мы тоже вам подсказать не можем, потому что мы не знаем, в чём проблема, мы не знаем, в чём ваша проблема конкретно. И, таким образом, если вы хотите, чтобы мы помогли, да, то вам нужно более подробно свои ситуации описать. Например, на индивидуальные консультации. То есть возьмите, возьмите час или полтора индивидуальной консультации у любого психолога, который вам понравится, вот. И, соответственно, максимально подробно всё разберите для себя, вот. Что и послужит той самой помощью, вот, которая вам так нужна. Я, правда, хотел бы задать вам один вопрос. Что это за любовь такая, когда ради неё человек позволяет себя использовать, вот. Является ли это чувство любовью, вот что скорее меня интересует. И как считаете вы сами, вот. То есть считаете ли вы сами, что это любовь у вас, вот. Понимаете? Вот, я думаю, что, примерно так можно вам ответить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Ну, пока. 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 Попал.